МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Костенникова. В этом году Севастополь получит более полумиллиарда рублей для поддержки туристической отрасли. Первым об этом в своих аккаунтах в соцсетях сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Далее цитата. В этом году Севастополю планируют выделить 543 миллиона рублей для поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей полуострова. Соответствующий проект постановления разработала Минэкономразвития России. Организации ИЭП смогут получить единовременные выплаты в размере 4 мрот на одного занятого за период с января по апрель 2023 года. Главным условием для получения выплаты является сохранение не менее 90% трудового коллектива. В прошлом году поддержка в сфере туризма была оказана севастопольским предпринимателям в виде выплат двукратной суммы МРОД на каждого сотрудника. Сотрудники экономического блока городского правительства провели анализ и выбрали те предприятия, которые наиболее пострадали в туротрасли. Турагентства, предприниматели и прочие организации, в том числе экскурсоводы, проводники и другие, а также отельеры, перевозчики, в том числе маломерные суда и общепит. Конечно, эта мера не новая. Она была и в пандемию, где мы на региональном уровне также оказывали активную эту поддержку. Это было и в прошлом году, когда в декабре за достаточно короткий срок мы смогли довести абсолютно все деньги до каждого предпринимателя с учетом ситуации, которая была и в прошлом году. Это же ждет нас и в этом году. И главное, что мы не меняем систему выдачи средств. Не нужно никуда будет приезжать с документами, что-то в бумаге приносить или вообще куда-то приезжать. Достаточно будет воспользоваться личным кабинетом, который есть у каждого уже предпринимателя. В прошлом году выплаты получили 532 предприятия. Общая сумма господдержки за 2022 год составила 113,5 миллиона. В этом году сумма значительно выросла. Начать приводить деньги в правительстве Севастополя обещают уже в июне. Сегодня мы знаем, что был опубликован проект правил, который позволит, благодаря принятию этого постановления, позволит уже нам на региональном уровне принимать свой акт и начинать оказание такой поддержки. Мы ожидаем, что после принятия федерального акта, это в течение нескольких недель должен этот процесс завершиться, мы максимально короткий срок будем принимать свой акт, он уже готовится на региональном уровне. И надеемся, что в июне сможем начать эту меру поддержки оказывать. В центре «Мой бизнес» состоялся круглый стол с участием чиновников экономического блока городского правительства и севастопольских бизнесменов. Организатором встречи выступила Всероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Новая формация». Основная цель, она у нас в теме указана, мониторинг эффективности реализации национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы. И, в принципе, наверное, больше мы хотим говорить не о тех мерах поддержки, которые уже есть, которые реализуются, а как известно, в этом году уже 5 лет исполняется реализация национального проекта, а больше хотим послушать бизнес с точки зрения того, чего не хватает, что хотелось бы улучшить. Конференц-зал Севастопольского центра «Мой бизнес» был почти полностью заполнен представителями малого и среднего бизнеса. Именно эта структура в Севастополе является флагманом оказания различного рода поддержки местным предпринимателям в рамках национального проекта. Что такое нацпроект? Это, собственно, то, где мы сейчас с вами находимся. Это прекрасный центр «Мой бизнес», который уже смог оказать поддержку каждому третьему нашему предпринимателю и как еще недавно замминистра экономического развития Татьяна Илюшенко, которая приезжала к нам, говорила, это очень хороший показатель по всей стране. Это означает, что каждый предприниматель, придя сюда, может получить поддержку, которая нужна именно ему. На встрече предприниматели задали много вопросов, которые касались существующих программ государственной поддержки и различного рода льгот. Не остались без внимания и вопросы налогообложения, а также участия севастопольских бизнесменов в экспортной деятельности. Занятие, посвященное уходу за больными с сахарным диабетом, прошло в школе ухода, работающей на базе Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания. Большинство слушателей – социальные работники, но записаться на такие лекции может любой житель нашего города, ухаживающий за тяжело больными или пожилыми родственниками. Об особенностях ухода за лежачими пациентами, помощи при различных хронических заболеваниях и профилактике их осложнений рассказывают врачи, специалисты медицинского информационно-аналитического центра. Темы могут касаться, например, борьбы с пролежними у человека, как правильно оказывать ему гигиенические услуги, как правильно ему передвигаться, ориентироваться в пространстве, создать наиболее комфортные условия для того, чтобы именно в домашней среде социальной адаптации инвалида или пожилого человека прошла успешно. Лекции, которые проводятся в рамках школы ухода, направлены не только на поддержание постоянного, более комфортного обеспечения жизнедеятельности человека, но и профилактику психологических нарушений, конфликтных ситуаций в семье. Исключительно тактичное обращение. Ну, то есть, конечно же, социальные работники должны понимать, что их подопечные страдают, в общем-то, болезни – это всегда страдания, и относиться к ним, ну, человечно, можно так сказать. В прошлом году школу ухода посетили более 300 севастопольцев. Лекции проводятся ежемесячно и бесплатно по адресу улицы Хрусталева, 27. Записаться на занятия можно по телефону 5506-96. В Севастопольском центре культуры и искусства открыли выставку местного художника-абстракциониста Дмитрия Дементьева «Музыка цвета». В экспозиции представлено около 20 работ, выполненных в необычном стиле, который занимает особую нишу в мировом искусстве более 100 лет. Что такое абстракционизм? Любая энциклопедия расскажет нам, что данное направление изобразительного искусства напрочь отвергает реалистичное воспроизведение окружающего мира. Первый взгляд на картины этого жанра выявляет хаотичное нагромождение линий, пятен и всяческих фигур. Но богатая фантазия зрителя и детальное изучение полотна дают понять, что композиция все же целостна, а ее автор стремился донести до нас определенные эмоции. Мне кажется, что вообще художник Дементьев, он, наверное, своими работами утверждает, что в любые времена самые сложные, самые тревожные, в которых, собственно говоря, мы живем, необходимо находить место и время для радости и позитива. Ведь обратите внимание, вот полное впечатление, что все пространство этого фойе, оно закольцовано позитивом. Нам, наверное, это необходимо. Настроение новой персональной выставки, известного в нашем городе абстракциониста Дмитрия Дементьева, исключительно музыкальное. Работы, представленные в открывшейся экспозиции, навеяны предпочтениями автора в жанрах джаза и блюза. Поскольку живописи, тем более абстрактно, оно очень близко к музыке, как в музыкальной партитуре, в 7 нот, так и в палитре художника 7 цветов. И каждый, либо композитор, либо художник, играет по-своему и устраивает свою какую-то мелодию. Работы художника отражают впечатление от самых ярких мелодий. Каждая из них дарит слушателю свое настроение. Оно обозначено в наименованиях картин. Неунывающее, комплементарное, джазовое, восточное. Впрочем, каждый зритель может, в зависимости от посетивших его эмоций, придумать свое название. Художника Дементьева работы очень яркие, своеобразные. Каждый человек может в этих картинках видеть то, что его волнует. Некоторые картины с первого раза как бы не открываются зрителю, но в дальнейшем всегда есть какое-то открытие для каждого человека. Оценить работы Дмитрия Дементьева можно в фойе Севастопольского центра культуры и искусств по адресу улицы Ленина, 25. Выставка «Музыка цвета» продлится до 7 июня. Вход по билетам на мероприятие или удостоверяющему личность документу. Максим Давыдов, Денис Александрович, Севинформбюро. Лучшие ученики музыкальных школ города готовятся к выступлению с Севастопольским симфоническим оркестром. Большая концертная программа, ставшая традиционной, пройдет в рамках музыкального проекта «Дети детям», стартовавшего в 2006 году. Возможность выступлений с симфоническим оркестром для широкой зрительской аудитории, несомненно, крайне важна для тех, кто с юного возраста серьезно решил посвятить себя служению музыке. Многие из сегодняшних учащихся в будущем свяжут с исполнительским искусством свою профессиональную деятельность и наверняка добьются весомых успехов, как и их предшественники – севастопольцы, которые сегодня играют и преподают в крупнейших консерваториях страны. Есть очень много талантливых детей. Некоторые дети раскрываются не очень сразу ярко, но потом, в дальнейшем, они добиваются таких результатов, на фоне которых угасают те, кто сначала засветился. Отбор для участия в программе довольно строг. В нынешнем году в концерте примут участие 24 юных музыканта. Он будет состоять из двух отделений, полтора часа каждая. Прозвучат произведения выдающихся мировых авторов, как прошлого, так и современности. Стремление к участию с оркестром, игры с оркестром огромное. Хочу заметить, что такие условия даже в Московской консерватории не существуют. Студенты Московской консерватории, может быть, за пять лет один раз сыграют с оркестром. По убеждению организаторов концерта, ежегодную традицию исполнения программы «Юные таланты. Твои Севастополь» необходимо поддерживать и развивать. Возможно, в будущем она перерастет в большой детско-юношеский музыкальный конкурс, который позволит выявлять лучших из лучших. Первый раз, когда я здесь выступал, был в 2019 году. Именно тогда я в первый раз почувствовал, какого это играть на сцене с оркестром, потому что именно тогда у меня начало складываться ощущение, что оркестром нужно слышать. Потому что если солист слышит оркестр, я считаю, что все должно получиться. Я в этот раз играю контабельный рем-мажор Николу Поганине, красивейшее произведение. Концерт «Юные таланты. Твои Севастополь» пройдет на сцене из ЦКИ по улице Ленина, 25, в четверг, 18 мая. Начало в 18.00. Билеты можно приобрести в кассе и онлайн. Максим Давыдов, Денис Александрович, Севинформбюро. Более 140 волейболистов из городов-героев и новых субъектов федерации приехали в Севастополь для участия в патриотическом турнире. Соревнования проходят в нашем регионе третий год подряд и в этот раз продлятся до 20 мая. Открытие турнира по волейболу состоялось на 35-й береговой батарее. В одном из самых значимых для севастопольцев мест на героической 35-й береговой батарее собрались спортсмены из городов-героев. В этом году наш город в третий раз принимает турнир по волейболу, посвященный годовщине Великой Победы. В этот раз в нем участвуют более 140 атлетов из Волгограда, Санкт-Петербурга, Севастополя, Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожье и Херсонской области. В этом году впервые у нас участвуют уже наши новые регионы. Это говорит о том, что турнир развивается, ребята с большим удовольствием сюда приезжают. Ну и, конечно же, культурная, воспитательная составляющая, я думаю, что это основа, которая здесь закладывается. Помимо спортивной составляющей, очень большая культурная программа для всех городов-героев и для всех регионов наших новых, которые команды сюда с большим удовольствием привезли. Запорожья область даже две команды привезла, поэтому мы очень рады и надеемся, что с каждым годом количество команд, количество регионов, которые будут приезжать к нам в город-герой Севастополь, будет только увеличиваться. Для многих команд участие в патриотическом турнире стало традицией. Из года в год они приезжают на соревнования в Севастополь. А ребята из Запорожской области давно мечтали побывать в белом городе у моря. Поэтому, не раздумывая, поехали в первый раз и настроены на победу. Ребята у нас очень дружелюбные, целеустремленные, но начали ходить мы недавно. Скоро будет год, как мы занимаемся. Мы мечтали побывать в Крыму. Тут Севастополь прекрасный город, тут хорошая погода, нас хорошо встретили. Конечно же, настрой всех победить, а там дальше будет видно. В соревнованиях традиционно участвуют сборные юношей, девушек и ветеранов волейбола. Прошлый турнир ознаменовался успехом севастопольцев. Команды нашего города заняли первые и призовые места в нескольких категориях. Я тоже буду участвовать за сборную города Севастополя. Мы победители двух турниров и надеемся, что, возможно, и в этом году мы тоже победим. У нас прекрасные волейболисты, призеры России, призеры Кубка России. Такие волейболисты прекрасные, как Сумский Александр, Москаленко, Зинченко, Леонид Иванович, Танеев Анатолий. Практически все волейболисты очень высокого уровня играют по соответствии своего возраста. Во время торжественного открытия турнира память защитников севастопольской земли почтили минутой молчания. Спортсмены возложили цветы. Гостей города-героя пригласили на экскурсию по 35-й береговой батарее. Первые игры пройдут уже сегодня, 17 мая. Закрытие турнира и награждение победителей состоится в субботу, 20 мая. Валерия Сладотенкова, Севинформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 59-0060, а также мобильный. Плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свое вы, как всегда, можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей и до встречи. Хорошего вам дня. Субтитры создавал DimaTorzok